Показали разминочную зону почему-то с боксерскими грушами, уж не знаю, для каких целей они там подвешены. Пара. Украинский дуэт. Бекназарова. Зуэт. Вот за эти сапоги, я думаю, все-таки за этот костюм я сниму, потому что если там гетер, это здесь сапоги, то есть такой костюм неприемлем для обязательных танцев. Сейчас нужно использовать такие костюмы только в оригинальном танце, потому что в этом году будет оригинальный танец, вернее он идет уже, оригинальный танец, холл-данс, национальные танцы, мира, поэтому многие берут разные абсолютно варианты музыки, разные характеры, разные танцевальные, характерные танцы. Поэтому там за костюмы не снижают. Здесь рефери обязаны снять. Я просто не понимаю, почему тренеры одевают своих спортсменов такие костюмы, зная о том, что за это они получат снижение. Один балл – это достаточно много. Может быть, сосредоточены были на чем-то другом и просто упустили из внимания, из виду. Но вообще, мне кажется, все-таки немного излишне строгие правила в этом отношении. Да, к сожалению, это есть, но, с другой стороны, я, например, считаю, что вот если у девочки костюм соответствует платье, характеру этого танца, польки, то вот у мальчика, ну, никак не соответствует. Я, например, такого, честно говоря, не помню, чтобы были сапоги, брюки заправленные в сапоги для польки. Да, вот гетры, вот из брюки. Может быть, они с тренерами так видят. Ну, может быть, конечно, у каждого свое мнение. Ну, и вот что касается тех же, вот те же гетры мы видели в начале, пара была. Ну, там подходят это, в принципе, и латвийские, и польки, они есть. Но, тем не менее, правила осуждают это. А это другое дело, что это осуждает правила. Но там в характере, я бы, например, в принципе, я считаю, что за это не надо поснимать. Но есть правила, и рефери обязан по правилам оценивать вот эти вещи. А здесь он просто вот, как бы, ну, совсем не подходит вот этот вот костюм у партнера. Я считаю, что вообще не подходит к польке, характеру польки. Знаете, тут, может быть, еще, видите, дело в том, мы с вами обсуждали в наших предыдущих трансляциях такой момент, что фигурное катание все-таки достаточно дорогое для спорта. И для пары, которая пока не достигла какого-то высокого уровня, может быть, вопрос костюмов, да, и вопрос их стоимости тоже не на последнем месте. Поэтому здесь приходится какой-то компромисс искать. Это понятно. Но, например, мне кажется, было бы лучше ему совершить без сапог. Вот сапоги здесь не идут, да, обычные фигурные ботинки, обычные брюки. И вот этот костюм, я думаю, что он смотрелся намного лучше, чем на этот момент. Во-первых, сразу укорачиваются ноги за счет вот этих сапог. Это мое мнение, конечно, и мне кажется, что это не очень красиво, так говоря. И вот получили фигуристы уже свои... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!